В далёком 1596 году пастор и астроном-любитель Давид Фабрициус заметил в небе появление очередной новой звезды. Он проследил до ослабления её блеска и потерял к ней интерес, ведь новые не имели обыкновения появляться вновь. Но неожиданно, спустя 13 лет, он вновь обнаружил звезду на прежнем месте. Ничего не знавший об открытии Фабрициуса Иоганн Байер, в 1603 году внёс этот объект в атлас звёздного неба под обозначением омикрон-кита, имеющим блеск 4 звёздных величины. Но только спустя десятилетия за ней стали наблюдать систематически. Ян Гивели наблюдал эту звезду в течение 23 лет и дал ей имя Мира, что по-латыни означает «удивительное». Что же так удивило астронома? Давайте узнаем. Итак, звезда находится на расстоянии примерно 420 световых лет от Земли в экваториальном созвездии кита. Когда она достаточно яркая, её можно найти в области между Минкаром, самой яркой звездой в голове кита, и более слабой дифидой, которая отмечает брюхо мифического морского чудовища. Лучшее время для наблюдения – октябрь и ноябрь. К середине 17 века было окончательно установлено, что загадочная звезда из созвездия кита – переменная с очень длинным периодом – 332 дня. С тех пор она возглавила особый класс звезд – долгопериодических переменных, известных как Мериды. Это открытие в сочетании с наблюдениями сверхновых доказало, что звездное небо не является чем-то вечно неизменным, как тому учили Аристотель и другие философы древности, что в общем-то породило революцию в астрономических взглядах на Вселенную. Причиной стала как раз Мира Кита – один из самых удивительных космических объектов. Мало того, что она заметно меняет свой блеск на небосводе, так еще является двойной системой, где одна звезда стягивает вещество с другой. Как именно это происходит? Система Омикрон Кита состоит из красного гиганта мира возрастом примерно 6 миллиардов лет и горячего белого карлика Омикрон Кита B на расстоянии в 70 астрономических единиц. Две звезды образуют симбиотическую пару, ближайшую к Солнцу. Мира B окружена горячим аккреционным диском вещества, истекающего из гиганта. Она также является переменной из-за неравномерности поступления вещества. Видимая звездная величина колеблется в интервале от 9,5 до 12. Наблюдения, проведенные Рентгеновской обсерваторией Чандра, показали наличие моста из вещества, идущего от первичной звезды к спутнику. Считается, что мира теряет около одной миллионной массы Солнца в год, или около одной массы Земли каждые 10 лет. Мира Кита — звезда, находящаяся на финальном этапе эволюции. Но она не закончит свою жизнь как сверхновая, поскольку ее масса недостаточно велика — всего 1,2 масс Солнца. Вместо этого звезда относительно скоро сбросит свою внешнюю оболочку, образовав планетарную туманность, и постепенно исчезнет, как белый карлик. На этом удивительные особенности данной звезды не закончены. Большинство звезд Млечного Пути медленно вращаются вокруг центра галактики, двигаясь приблизительно с той же скоростью и в том же направлении, что и межзвездный газ. Однако мира выбивается из общего ряда. Эта звезда летит сквозь галактическое облако газа со скоростью в 130 километров в секунду. В результате выбрасываемая ею материя попросту сдувается назад, образуя уникальную хвостовую формацию. Да, речь идет об огромном звездном хвосте, состоящем из пыли и газа, наподобие тех, что простираются за подлетевшими к Солнцу кометами. Открытие было совершено с помощью ультрафиолетового орбитального телескопа Галикс. Астрономы были изрядно удивлены. Так как мира исследуется вот уже на протяжении 400 лет и до сих пор никто не замечал в ней никаких особых странностей. Впрочем, объясняется это довольно просто. Никто не наблюдал ее в ультрафиолете. Обнаруженный хвост простирается в пространстве на целых 13 световых лет. Для сравнения, дистанция до ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра составляет всего 4 световых года. Согласно расчетам, для того, чтобы образовался такой хвост, потребовалось не менее 30 тысяч лет. На фотографиях телескопа Галикс отчетливо видно исполинское вздутие, расположенное перед звездой. Это ударная волна, область головного скачка уплотнения. Нечто подобное образуется перед пулей, несущейся со сверхзвуковой скоростью. Материя, выбрасываемая звездой, переживает лобовое столкновение с частицами межзвездного газа. В результате она разогревается и устремляется в направлении хвоста. Основную часть этой материи составляют атомы водорода. Они постепенно теряют приобретенную энергию, высвобождая ее в виде ультрафиолетовых лучей. Их-то и зафиксировал телескоп Галикс. Собрав воедино все факты о звезде, миру можно по праву назвать удивительной и неповторимой. Холодный красный гигант комета, несущийся с огромной скоростью со своим горячим спутником и оставляющий невероятных размеров хвост. Пульсирующая звезда, с которой началась история изучения переменных звезд. Звезда, готовящаяся к концу своего жизненного этапа и готовящаяся, сбросив вещество, дать жизнь чему-то новому. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...